добрый день уважаемые коллеги у нас сегодня достаточно сложный случай изоляция корня зуба номер 25 по причине того что у нас отломился отломился корень зуба от штифта анкерного юниметрик такого с композитом на котором была коронка короночку мы оставим и сейчас мы планируем сделать принтодонтический билдап и ревизию зуба номер 25 поставив кламп w3 на зуб 27 платок sanctuary medium установленный от 27 до 24 кламп b4 torvm поставленный на зуб шейку корня оставшегося номер 25 с мизиальной стороны этого корня платок очень плохо огибал корень и все время вылезал поэтому через браншик лампа щечки мы продели два файла к файла 15 чуть-чуть серповидные загнув их так как две лапки чтобы они держали мизиальную стенку корня и отодвигали вниз платочек это заняло не более там двух-трех минут это очень быстро удобно советую это имеет вот такую достаточно симметричную композицию мне кажется что это очень эффективно советую используйте вот в таких случаях если вам нужно построить приэндодонтический билдап вот в таких достаточно тяжелых эндодонтических условиях используйте это в работе терапевта эндодонтиста занимающиеся приэндодонтическими билдапами очень важно то насколько тщательно изолирован один этап от другого для того чтобы на следующий этап не переносилась никакая органика и в то же время чтобы следующий этап не разрушал уже имеющиеся рядом аппроксимальные поверхности зубов или коронок или ортопедических изделий зафиксированы две контурных матрицы с соседним зубам что провести обработку корня после механической обработки оксидом алюминия 50 микрон с водой работа с оксидом алюминия завершена мы работали вот в таком в таком варианте не подымая сокла выше краев контурных матриц да конечно со всех сторон есть немножечко абразив но тем не менее это просто уже лежащий абразив на поверхностях корона которые если помыть это будет все хорошо и здорово давайте помоем аккуратненько у нас в порядке все с глазурью на коронках и мы не зря провели такую изоляцию поэтому обращайте очень много внимания на изоляция максимальных поверхностей от оксида алюминия он очень хороший он очень эффективен в своей работе но он очень сильно может испортить аппроксимальные поверхности у коронок рядом стоящих поэтому обязательно защита не тефлоном заворачивать а металлом мы сейчас убрали в металлические матрицы оставили деревянные клинышки для дополнительной ретенции платка вокруг корня зуба номер 25 и дальше проведено травление и нанесение бонда бонд который мы на не наносим на этот зуб вот в таком клиническом примере это белобонд такими немножечко модифицированные крышечками мне просто так удобнее пользоваться я должен сказать что уже квартал мы работаем с этим бондом вот в таких вот сложных случаях это еще не самый сложный случай который был решен с помощью этой бондинговой системы я должен сказать что результаты очень хорошие принтонтический билдап вот этого зуба будет выполнен из материала дентлайт и тоже хочу сказать о нем несколько добрых слов потому что он очень жесткий и за прошедший период с февраля этого года у нас ни один билдап не разломился и это заслуга в первую очередь бонда и самого композита конечно же изоляционный мембраны робердам который всегда используется и оксид алюминия аэроклинспреп 50 микрон вот эти три составляющих этого залог успеха в приэндонтическом восстановлении вот таких зубов используйте это работает так мы очень оперативно возвели вот такой вот приэндонтический билдап на этом зубе можно аккуратно начать разбирать вот эту часть есть дополнительно удерживающий перед платок по периметру из этой изоляции спокойно снять кламп для того чтобы убедиться что во первых он не отклеит целиком вместе с собой этот билдап вот он соединился и переставить допустим этот кламп уже на билдап чтобы он стоял на нем все хорошо это воспроизводимо для следующей работы с эндодонтического этапа а вообще в будущем можно будет фиксировать перфорацию в латексном платке к этому приэндодонтическому билдапу просто при помощи лигатуры флоссовой двойной и вообще это очень будет и проще и удобнее и даже будет не требовать инфильтрационной анестезии для краевой десны проведена первичная эндодонтическая обработка удалена инфицированная гуттаперча из каналов положено гидровокис кальция закрыто поле тетрофторотиленом и жидким низкомодульным композитом заполимеризовано будем ждать следующего визита для продолжения работы визита для продолжения работы